Спорт, развлечение, отдых и уникальное шоу. На борту самого большого круизного лайнера в мире есть даже водный театр. А для детей отдельная программа развлечений. Сколько времени нужно, чтобы увидеть и попробовать всё на борту, и какие развлечения гостям недоступны, когда плавучий город заходит в порт, видела Людмила Горбач. Последняя серия цикла «Плавучий город». На борту корабля больше пяти тысяч людей на разных палубах, как на разных этажах. Они могут найти для себя развлечения, рестораны и магазины на любой вкус. Для любителей острых ощущений на самых верхних палубах натянули трос. Полёт над кораблём несколько секунд. Впечатление на всю жизнь. Беговая дорожка вдоль всего борта. На верхних палубах спортивные площадки. Для баскетбола, мини-гольфа, настольного тенниса и даже серфинга. Есть скалодром. Рядом бассейны. А ещё можно пролететь сверху вниз вдоль всех палуб. В специальной трубе. Обычно здесь развлекаются взрослые. Для детей отдельная программа. Совсем маленьких нянчат в яслях, а детвору постарше развлекают играми, химическими экспериментами или учат мастерить поделки. В клубе дети из разных стран, но они всегда понимают друг друга. У нас бывает, что в группе из 10 человек будет 10, говорящие на разных языках. И они абсолютно понимают, они переводят. Это им только в удовольствие на самом деле. Для подростков проводят лазерные бои, видеоигры и дискотеки. А пока дети развлекаются, родители могут спокойно прогуляться по очередному городу, в порт которого зашёл круизный лайнер. Или посетить вечернее представление на борту. У нас здесь достаточно шоу, чтобы занять каждый вечер вашего отпуска. Пойдите в акватеатр. Аквашоу вы больше нигде не увидите. Только на наших лайнерах и только этого класса. Это наша уникальная фишка. Оно настолько впечатляющее, что просто срывает башню. А ещё у нас есть театральное представление и шоу на льду. В постановках участвуют не только люди. Вот с полёта дронов начинается ледовое шоу. Чтобы попасть на представление, зрители заранее бронируют места. Чаще всего ещё до посадки на борт через специальное мобильное приложение. Вот если хорошо спланируете свой отпуск, то, возможно, как раз недели хватит, чтобы увидеть все шоу и попробовать все развлечения. На борту есть даже казино. Правда, ставки здесь принимают лишь в море. Когда лайнер заходит в порты, азартные игры запрещены. Да и туристы предпочитают ставкам поиски приключений на суше. Из борта симфонии морей. Людмила Горбач, Дмитрий Гончаров. Сегодня канал Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова